50 тысяч человек на канале, поэтому, как мы познакомились, не рассказывай, просто хочу сказать, что Андрей на мою жизнь повлиял сильно. То есть, скажем так, если бы я с ним не познакомился, чем сейчас я занимаюсь, это точно было бы не это. Нет, это ты здесь, ты делаешь ошибку, это не я повлиял на твою жизнь, да, это ты, это твои родители повлияли на... Вообще, я отношусь к этому так, что родители, все дают родители. Нет, я тоже. То есть, я очень... Всем привет, вы будни строителя, Рувим с вами, пару дней мы пропустили, точнее, не пропустили, мы кое-что сняли, и частично я материал по глупости удалил, подумав, что я уже его импортировал, а я не импортировал, ну, запарился я, короче, с объектами. Вот, но это ничего страшного, сегодня у нас интересный день будет, кто следит за моим творчеством, тот знает, что в одном из первых роликов, если я не ошибаюсь, это раскладной метр, я рассказывал про человека из Германии, с которым пересекся на одном из больших объектов, и вот там как раз-таки, ну, много что перенял, то есть, потом... Ну, мы, потом наши пути разошлись, скажем так, вот, и он уехал обратно в Германию, ну, я, естественно, здесь был, прошло, я не знаю, сколько, года, наверное, 4 с тех пор, и сейчас, получается, он проездом в Ростове, два дня будет у меня, примечательно тем, что занимается он тем же самым, чем и я, грубо говоря, но только в Германии, и, соответственно, интересно будет поговорить, то есть, спросим какие-то вопросы, что-то еще, соответственно, сейчас у нас, получается, 15 число, понедельник, я постараюсь сейчас побыстрее это видео выложить, заеду домой, ну, и, соответственно, к вечеру накидайте каких-нибудь вопросов, кому что интересно, то есть, ну, мы, я думаю, строим такой интерактивчик, я в любом случае раскручу его на то, чтобы поговорить на камеру, ну, я уверен, тысячу процентов, так что, вот такое вот видео, мы сейчас его встретим, он уже на подъезде, ну, как-то так, люди начинают работать, да, люди начинают работать, люди начинают работать, только после того, когда я включаю камеру, и так, пойду, покажу Андрюхе, как у нас ремонты в России делают, вот, такая ерунда, пойдем, я там уже пошли, так, ну, что, Андрюхе, расскажи нам, что ты подумаешь, да, я включил запись, короче, вот, расскажи нам, что ты подумаешь про наши стройки, вообще, про дома, которые ты увидел, и про, так сказать, что мы вытворяем, правду матушку рубить, я в шоке, расскажи нам, я в шоке, как все плохо в России, что сказать, я в шоке, трещины в подъездах, говорит, если бы мы в Германии увидели трещины в подъезде, все, дом бы не сдали, это не вариант, дом бы считался бы сразу аварийным, это такие трещины, усады, это усадочная, да, есть трещины двух видов, есть трещины, которые на поверхности возникают, это из-за физики, да, строительной физики, то есть она есть, есть строительная физика, из-за того, что материалы стягиваются или расширяются, а есть трещины, которые возникают, да, в конструкции, это усадочные трещины, которые основаны на фундаменте, ну, это я вообще, для меня это, я не могу, у меня слов не хватает это выразить, одни эмоции, 18-этажный дом, и он весь в трещинах по подъездам, новый, новый, что с ним будет через 10 лет, не знаю, и терактов никаких не надо, это уже настоящий теракт, то, как это построили, что сказать, и это, причем, везде, то есть ситуация такая, что, как бы, ну, она везде, нет, это дом, это дом реально, он будет аварийный, в Германии его сразу выселят, этот дом, то есть там не дадут жить так, ударь, у нас, видите, безопасность на таком, 20 лет планет, безопасность на самом первом уровне, там ни чьи кошельки не интересуют, безопасность, и там нет понятия развести, да, там нет понятия развести, был премьер-министр, да, нет, он был министром обороны, да, как Шойгу, министр обороны, он захотел сделать докторскую диссертацию, и, короче, он ее сделал, сдал, когда начали ее проверять, нашли плагиат, что она переписана с другой докторской диссертацией, и где он сейчас, он сейчас в Америке, чтоб не посадили в Германию, вот и всего лишь, понимаешь, о чем говорится, то есть на том уровне не могут развестись, а здесь, а здесь, каких-то там несчастных строителей или строительной компании ее сразу обанкротят, это не вариант, так строить, честно, конечно, очень сильно все изменилось, очень сильно настроили, много, быстро, ну, это быстро, да, ну, вот как ты хотел, то есть, у меня, я говорю, настрали за 4 года, сколько здесь, я не знаю, домов 50, наверное, шипанули, по, я не знаю, сколько квартир, то есть, в каждом доме квартир, как один сказал, да, быстрота, говорит, она нужна для ловли блоков, строить нужно основательно, там будут люди жить, люди, люди, если они берут кредиты, да, на 25 лет семьи, это, это ихняя, это, как же выразиться, у меня даже в русском языке этого слова не хватает, ну, это ихняя все, да, на 25 лет человек, то есть, если у него это сломается, упадет, то у человека ничего не останется, да, человек прожил свою жизнь зря, ни своим, никому ничего не оставить не может, это реально так, не знаю, подход неправильный, на мой взгляд, когда-то сами так строили, что, делали то, что, что тебе прикажут, да, прорабы или бригадиры, прораб, начальник участка, люди так строили, безответственно, что самое главное свое, да, но видишь, у нас кто угодно, у нас может заниматься строительством, ремонтом, ну, ремонтом, понятно, да, даже строительством занимается, в принципе, кто угодно практически, да, там такое не пройдет, понимаешь, там есть технический надзор, это, это уже, это, да, категория общественное строительство, да, то есть, там тоже, да, технический надзор, который следит за строительством. Слушай, а вот скажи, а дома, вот, допустим, частные дома, загородные, там такая же песня, как у нас или нет, вот ты же знаешь, что ты имеешь в виду. Ну, то есть, грубо говоря, может строить кто угодно, то есть, я могу прийти и построить кому-то дом или нет? Нет, да, то есть, это же, как, да, вот простой пример, Mercedes BMW, что здесь выпускает? Lada Kalina, поставить вместе, Priora, как выглядит? То есть, немец, он тоже не дурак, там такие же люди, которые, да, берут кредит на 25 лет, которые, то есть, у меня было 4 объекта, где люди точно так же попали, они заплатили деньги, им не построили, либо им написали, да, что им строят дом, есть, знаешь, вот этот большой форматный кирпич, ну, ну, порезовка, я понял. Я не знаю, как он по-русски называется, да, по-немецки, это, хох-лох-цигель, то есть, вот эти большие глиняные кирпичи, которые пустые, а есть кирпичи, которые заполнены утеплителем, да, есть такие. И вот ты представляешь, ему в смету говорят, что я тебе построю дом с утеплителем, а по факту ему строят дом пустой без утеплителя. Ну, у нас это нормально вообще. Ну, как бы, я такой, то есть, там не то, что это нормально, но такое тоже довольно-таки сплошь и рядом. И, видишь, в Германии там нету понятия предоплата, там есть понятие сделал, получи, сделал, получи. Не, ну, подожди, есть же там договор какой-то. Конторы, которые точно так же подписи подделывают, да, подпись подделывают, они банку отправляют уже подделанную, чтобы опять ему дали аванс, и аванс уходит на фирму. Но потом люди, что, сидят у разбитого корыта. Да, видишь, я не знаю, как по-русски это называется эксистенц по-немецки, да, то есть, ну, это все его, короче, его жизнь, да, то есть, когда человек стоит на грани, что ему сделать, пойти повеситься. За кого-то, кто является недобросовестным. А в плане строительства, нет, там тоже не все так просто, что просто там есть, которые строят сами, да, я видел людей, которые, она работала в офисе, там офисный менеджер, наверное, он был, короче, компьютерным программистом, работал в компании. И они строили сами дом, к ним родители приезжали на выходные, они каждый вечер, но они строили с этих, знаешь, вот это несъемная палубка пенопластовая, потом машина заливала палубку, вот они строили, в течение года они построили большой дом, сами, но таких единиц, да, которые могут после работы еще сами что-то делать. Это люди, не строители, да. Хобби, конечно, там много вопросов было, как и картон, как они наклеили, знаешь, как все. Ну, вот ситуация какая-то. То есть, фирма, когда строит, должно быть специальное образование, да, то есть даже архитектор, ну, это надо просто сесть, чтобы мне расписать тебе, да, строительная иерархия, и как это строительная иерархия, что тебе можно делать, то есть ты не можешь просто так прийти и сказать, я сегодня электрик, я делаю провода, то есть ты их можешь, да, да, он может на это клюнуть и повестись, да, если он олень, в принципе, нормальный человек. Слушай, а вот есть такие байки, что типа ты не купишь, как это сказать, ты, если ты не электрик, тебе группа провода не продадут, это правда? Я тебе могу сказать, да, то есть там, видишь, там за счет того, что есть свободная продажа через интернет, можешь купить все, что угодно. Есть магазины, которые называются, как бы сказать, да, вот он, этот магазин, вот он, знаешь, он узкоспециализированный, вот один только для электриков, один только для сантехников, есть, который только для каминов, то есть если у тебя нету фирмы, которая этим занимается, чтобы этим заниматься, у тебя должна быть лицензия, лицензия дается только там, есть такой титул мастер, да, то есть это не тот мастер, который участка, который здесь, а это человек, он делает сначала профессию 3 года, потом он идет учиться на мастера, да, есть вариант мастера или техническое образование. Мастер 1 год он учится, техническое образование 2 года, но техническое образование, это он больше в офисе, чтобы сидеть, мастер он как бы больше, чтобы на производстве, и фирма ты не можешь открыть на технического руководителя, но только на мастера, то есть только тот, у кого есть мастер, этот мастер, у него там, да, экзаменов было кучу, я делал их там больше 20 экзаменов, которые надо было сдавать, и там их, они делятся на 4 группы, это первое практическое задание, да, то есть руками работать, второе это задание, это все проектировать, все, что ты делаешь, это все к одному, к одному, да, к работе непосредственно, техническое, это работаешь и проектируешь, потом второе, это называется, да, психология фирмы, то есть как разговаривать с людьми, в своем коллективе, чтобы они работали, да, для этого есть, допустим, у немцев, ну, то есть один человек занимается, грубо говоря, общением с клиентом, нет, нет, это все его, все его, это в одну профессию включается, вообще не учат, вообще такого у нас есть, есть такая очень хорошая поговорка, да, когда, ну, я здесь это видел очень много, то есть, людей не хвалят, почему людей не хвалят, потому что человека похвалишь, да, человек ходит довольный, ему, значит, надо больше уже платить начинается, вот, в Германии есть по этому поводу, чтобы больше не платить, да, а вот именно, там такая поговорка, да, если ты человека уже не поругал сегодня, значит, ты его похвалил, понимаешь, его не обязательно хвалить, а хотя это наоборот надо, да, то есть надо наоборот, как бы, как правильно с ним разговаривать, но там, тоже обучение, это все, оно основано на том, смысл вообще всего заключается, чтобы ты в итоге платил налоги, то есть, чтобы ты нелегально не работал, да, по-черному, чтобы ты брал молодых специалистов, их обучал, а это затраты очень серьезные, когда приходит тебе 16-летний придурок из школы, который просто не в состоянии идти в 10 класс учиться, да, там, ну, знаешь, оторви и выброси, что у него выбора нет, все, значит, он настройку, то есть, если говорить откровенно, да, вообще начинается все со школы, и это все начинается в 4 классе, потому что 5 класс уже людей распределяют по 3 разным школам, либо это гимназия будет, либо это будет нормальная школа, либо это будет средняя школа, вот, как правило, настройку попадают все, которые со средней школы, то есть, у меня в классе, да, учился один, он был гимназиаст, ну, очень, пацан, вообще умный слов нет, а на всех остальных смотришь, да, они сложить 2 плюс 2 не могут, они реально не знают, как там, вынести этот минус за скобки, и все такое, ну, математика, простая математика, то, что здесь учат у нас в 4-5 классе, они это не понимают, до в 20-25 лет, то есть, это люди, которые пошли на стройку работать, интересно, короче, я понял, не подожди, молчи, это мы сейчас все расскажем сразу, короче, что я предлагаю, я выложу вот это видео, как можно быстрее, Андрюха, у меня будет еще день или два, вот, так что, пишите вопросы в комментариях, что интересно узнать, вообще, расскажи, знаешь, что я хотел узнать, да ты расскажи, откуда ты, нет, я примерно рассказал, я, короче, когда ехал, тебя встречать, я рассказал, ты рассказал, да, можешь кратко, чуть-чуть о себе сам, я рассказал, но что обо мне, да, может быть, кто-то знает, узнает, когда-то родился, я в Присоветском Союзе, даже было свидетельство о рождении, Советского Союза, родился я в Казахстане, город был такой, Целиноград, потом его переименовали, Акмала, Астана сейчас, да, жил там до 2003 года, работал на фирме, был проравом, там, строили две новые школы, там площадь школы была последней, 3000 квадратных метров, да, площадь этажа, там этажа 3-4 было, я уже не помню, 120 человек у меня там работало, ну, так жизнь случилась, так как, как бы, по потоку, вся семья уехала в Германию, ну, тоже туда укатил, потом получилось так, что приехал в Ростов, да, дальше молчи, все, короче, тут у меня просто такая тема, что я пообещал свою историю рассказать, тогда будет 50 тысяч человек на канале, поэтому, про как мы познакомились с ней рассказывай, просто хочу сказать, что Андрей на мою жизнь повлиял сильно, то есть, скажем так, если бы я с ним не познакомился, чем сейчас я занимаюсь, это точно было бы не это, нет, это ты здесь, ты делаешь ошибку, это не я повлиял на твою жизнь, да, это ты, это твои родители повлияли на, вообще, я отношусь к этому так, что родители, все дают родители, нет, я тоже, то есть, я очень многих людей в своей жизни встретил, которые от тебя очень сильно отличаются, таких как ты, может быть, три-четыре человека, которые, да, вот у них жажда к знаниям есть, которые не согласны, не хотят делать все ровно так, как делают все остальные, да, вот это вот твое большое отличие, твой большой плюс, почему, потому что ты видишь, что это, это только тормозит, да, это было и у меня точно так же, когда я приходил и работал, да, каменщиком на стройке, и в этой бригаде работал сын бригадиры, и этот блядский сын, он получал зарплату больше, чем я, а в итоге он работал по факту меньше, то есть, вот эта вот несправедливость, да, которую хочется изменить, когда люди с тобой работают, они должны зарабатывать деньги, так люди, которые со мной работали, они всегда зарабатывали 150% зарплаты, да, ты понимаешь, что такое 150%? То есть, если зарплата червонец, они со мной зарабатывали пятнашку, если зарплата 100, значит, они должны были заработать 150, если человек не в состоянии это заработать, значит, он просто, это не тот клиент, это не тот пассажир, который со мной по жизни, как-то должен рядом идти, а ты, я тебе говорю, а ты это человек, который, я тебе говорю, то, что, почему ты чего добиваешься, это как есть, правда, да, у тебя, как если есть косяк, я тебе говорю в глаза, если это такая правда есть, это есть правда, я сразу, я на работу, я беру, я спрашиваю, много накосячил, если говорить нет, я ничего не косячил, все говорю, у меня все идеально, сразу такого не берут, да, это, это знаешь это это жопа лизы да там может давать а с другой стороны у каждого человека своя ситуация может быть конечно как я помню один фильм был да чё ж ты там он был заключением помню как называется он этому вертухаю чё ж ты меня пил ну как знаешь у нас биртом там с украины там сейчас не хочу межнационально просто ты из фильма у нас говорит так говорит сказано говорит слабого играть к сильному примкни поэтому да не тот кто рядом тот у кого ничего не получается может быть и хочет сильному либо это с другой стороны лишь как один не сказал чё подглядываешь да в принципе да это что ты сейчас канал это сделаешь ты даешь людям возможность за тобой подглядеть как 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 надо работать короче пишите вопросы в комментариях вечером будем выкладывать